Всем привет! Привет! Сегодня машин много, не то что сегодня, сейчас время обеда, все едут на обед. Да, мы решили поснимать, потому что Новый год не за горами, а буквально через меньше чем 30 дней. Новый год! Да, мы как обычно ходим, и вот сегодня наша очередная пешая прогулка. И мы очень рады, что нам не надо худеть к Новому году, мы в форме. Да, ну по теме уже догадались, да, что мы сегодня вам расскажем, успеете ли вы похудеть к корпоративу своему? К Новому году успеете, конечно успеете, не вопрос. Если поставить перед собой цель, ну там на 20-30 кг кто хочет похудеть, естественно нет, а сбросить там какие-то, как говорят, 2-3 лишних килограмма, вы сможете. Ну где 2 и 3, там и 5 хочется. Я бы вам желала похудеть не к Новому году, если есть такое, если есть проблема, а похудеть до того размера, до которого вы хотите. Ну давай, значит, начнем. Что нужно сделать для того, чтобы похудеть к Новому году? Ха-ха-ха. Наши тени. Какие здоровые. Хочу сразу сказать, что мы не сторонники. Быстро похудеть, какой-то дать и так далее, и так далее. Ну и, коль спрашиваете, дадим несколько советов. Первое, это мое любимое, это лестница. Девочки, лестница, это вот удивительная система. Это вот вы можете прям по жизни, вот просто по жизни сидеть на этой лестнице. Там можно все, всегда. Мне кажется, кто первый раз услышит, буквально воспримет слово лестница. Сидите на лестнице и не спускайтесь. Да, совершенно получается, да? Ждите, когда вам принесут что-нибудь. Для тех, кто не в курсе, что такое лестница. Лестницу, ссылку все Леша оставит под видео. Это тоже система питания по дюкану. Ну, очень упрощенно, очень щадящий для человека. Там крайне мало ограничений. Все очень просто, никаких сложностей. И второе, это для тех, кто хочет похудеть к Новому году и дальше похудеть. Это, конечно, основная диета дюкана. Вы на атаке сбросите, ну, минимум, 3 килограмма. 3-4 килограмма вы на атаке уже сбросите. А там останется 3 недели. Да, чуть-чуть подсбросить и закрепить результат. Так что, ну, к Новому году 3 килограмма, а к майским праздникам или к лету? Нет, и вы можете просто попробовать, те, кто еще сомневается, понять для себя, надо вам это, не надо. И как раз вот это вот будет похудеть быстро к Новому году. Причина, чтобы начать что-то менять. Вот, кто считает, что диета дюкана вредная, сходите, у нас есть видео, где мы объясняем, что такое белковая диета, да? Да. Как это все произошло и что с нами случилось. Я просто в двух словах скажу, кто поленится и не будет смотреть лестницу, что это такое. Это такой цикл питания 7 дней. И он повторяется с 1 по 7 и дальше со следующей снова недели, с понедельника или со вторника, как вы там решите для себя. Пять недель назад я села на лестницу. Дальше я хочу предложить вам посмотреть мое примерное меню на неделю. Первая ступенька. Доброе утро. Сегодня первый день лестницы. У меня это четверг. Белковый день. Поехали. В 6 утра обезжиренный творог с нулевым йогуртом и чай с молоком 1,5%. В 9 утра полторы ложки овсяных отрубей. В 11 часов яичница с луком и рыбой. В 3 часа перекус креветки острые. В 5 часов чай с молоком и творог. В половину восьмого на ужин у нас сегодня рыба на гриле. Там самые сложные. Это первый день, чисто белковые. Ну как сложные? Один день на чистом белке. Психологически больше сложные, чем по питанию. Да. А там можно и фрукты, и пир. Опять же люди все время не устают говорить, что вы будете мучиться, если у вас ничего не приготовлено на этот день. Продуктов там много, сколько можно съесть. Так называемых безвредных, да? То есть для диеты. Да. Безвредно. И когда у вас нечего съесть на этот день, вот тогда вы начинаете мучиться всесторонне. И физически, и морально. Потом дюкан он меняет там какие-то, добавляет продукты, разрешает. Да, вот мы заметили, да, у нас. То есть мы уже это, в общем-то, за этим не отслеживаем, потому что, ну если вам надо, я посмотрю, изучу и расскажу. Ну, напишите. Пока будешь изучать, он еще что-то придумает. Понятно, что ему нужно книжки выпускать, да? Ну, на чем-то зарабатывать надо человеку. И поэтому, и потом время идет, он понимает, что это лишнее было, тут надо подсократить, там еще что-то. Ну, опыт набирается этой диеты, да? И вот поэтому у него выходят новые рекомендации. То тут сидишь, то масло можно, то нельзя, то еще что-то. Вот мы его послушали, что он сказал тогда. Когда это уже было? Уже, считай. Четыре года назад. Четыре года назад, да. Похудели и все хорошо. Когда мы четыре года назад впервые услышали про дюкана, мы его послушали. Я вот сел на диету. Все, что он говорил, мы делали и получили результат. Почки на месте, печень тоже. Что там еще? Кого что там беспокоит? Все на месте. Еще один способ. Это просто меньше есть. Уменьшить порции. Вот это сейчас точно кого-то вырубит. Слово меньше есть. Ну, почему нет? Это упрощенное... Ну, вот знаете как, просто сказать, меньше жрать. Грубовастенько звучит, но... Ну, это действенно. Я хочу похудеть. Меньше жри. Но в этих словах сконцентрировано очень много. Вся боль. Ну, не то, что больно. Немножко... Это система питания. Когда вы питаетесь, не то, что меньше есть, да. Вы там, ой, нельзя это есть. Вот, меньше есть. Еще кто там говорил, да? Зашейте рот. Плесецкая. Плесецкая, точно, балерина. Вот ты говорила эту фразу. Нет, ну, нет. Я противник голоданий. Я противник, там, сильных ограничений. Ну, так при фразе меньше ешь, это все думают. Голодание сразу, да? Нет, да, ты там перестанешь есть, и к Новому году будешь лысая, без ногтей. Нет, потом такие последствия начнутся необратимые, что вы потом будете жалеть. Да, вот эти вот диеты. Посидите на яблоках, на кефире и так далее. Это просто убийство для организма. Я призываюсь их не делать этого. Ну, почему стоит слушать нас, да? Потому что все, что мы рассказываем, это пережит от нами. Мы на себе все это испробовали. Это мы пролазили весь интернет, посмотрели все доступные источники. Ну, у нас масса видео, где мы про это рассказываем. Мы стараемся сейчас вот донести наиболее простым языком самые простые основные моменты, что это не так опасно или не так страшно, да, как вам кажется. И третье, я считаю, ну, Леша, конечно, скажет, что это все просто. Я считаю, это немножко муторно и замороченно и сложновато, по крайней мере для меня. Это считать калории. Вообще не сложно. Я скажу, что у нас есть последователи. Елечка, привет. Да, привет Воронежу. Ну, не то, что последователи, а просто человек тоже решился, посмотрел, как это просто. Ну, вот на подсчете калорий Леша, в общем-то, ну, если так глобально говорить, удерживает тот вес, который он сейчас на данный момент имеет, плюс-минус, там что-то он скидывает понемногу. Там все зависит от желания, хотите вы просто этот вес удержать или уйти в минус, то есть чтобы у вас немножко вес стал уходить. Все зависит от этого, вы там считаете свои калории. Тоже, в общем-то, без каких-то особых ограничений. Но опять же скажу, что мы приверженцы правильного питания. Ну, как правильно? Нет, никаких майонезов, соусов, копченых, ну, каких-то вот таких вещей, мы не приверженцы этого, ну, не рекомендуем. Хотите майонез, делайте сами. Не, ну, вы можете съесть майонез, пожалуйста. То есть вот по моей вот этой системе, по последнему-третьему способу, да, чтобы удерживать вес. Сегодня, например, шоколадный кекс, пожалуйста. Ну, 28 грамм. Кажется мало, но четвертиночка, кусочка, даже не четвертинка, а половинка считай. Ну, можно съесть все. Все можно есть. И потом, что еще? Печенье вон даже ем. Пожалуйста. Что этот? Ну, тоже есть видео, где ты там свое меню выкладываешь. Это будет все в описании, в ссылке. Все это Леша даст. Это кому интересно. И еще, если кто не знает, Леша за два с половиной года похудел. Ну, может, сейчас могу там приврать, то ли на 52, то ли на 54, то ли на 53 килограмма. Вот. Вес продолжает снижаться, удерживаться. То есть ничего он не набирает. И уже прошло достаточно года. Ну, два-то точно прошло. Вот. И просто помните, если вы вернетесь к прежнему образу жизни, к чрезмерным перееданиям. Просто нужно помнить, что если вы решили, что вы имеете лишний вес и хотите похудеть, после того, как вы достигнете желаемого результата, не нужно возвращаться к прежним привычкам, к перееданию. Ну, то есть вести, в общем-то, уже достаточно такой, ну, другой образ жизни. Но еще можем сказать несколько советов. Вот сейчас очень многие противники воды нам говорят, что вот мне не хочется пить, я не буду. Но не всегда нужно делать то, что тебе хочется. Мы на себе испытали, вот я на себе испытала, это точно. Я всегда пила немного воды. Ну, стакан, ну, может быть, два в день. Все остальное это был чай, какие-то еще напитки. Но как только я стала, не сразу, конечно, через какое-то время, месяца через два, я ощутила. У меня кожа не стала не такая сухая, как была. ЖКТ, так называемый, улучшил свою работу. Ну, на самом деле, попробуйте, начните там с литра воды. Но два литра в день пить надо. Как ручеек организм. Не как болото, а как ручеек. Надо немножко приложить усилия. Даже не немножко, а очень такие вначале. Усилия нужно приложить. Подлежащий камень, вода не течет. Не просто так придумано, пословица. А, сегодня, кстати, кто-то мне сказал, что если пить разбавленный яблочный уксус, то можно похудеть. Еще я вижу в некоторых соцсетях, тоже предлагают быстрое похудение, принять несколько раз в день какие-то капли и тоже похудеть. А если вот на хлеб намазывать, не пробовать? Да. Или зеленку? На что я отвечу? Нет, яблочный уксус я не отрицаю. Я, допустим, иногда пью стакан воды и столовая ложка яблочного уксуса. Я не знаю, как-то мне кажется, что мне это полезно и мне прямо иногда возникает желание вот именно вот такую водичку пить. Вот у Леши, у него не возникает, он не любит это. Как-то мне кажется, это, в общем-то, полезно. Но яблочный уксус должен быть не обычный уксус, с добавлением ароматизатора. Это должен быть настоящий сидр, так называемый, то есть из натуральных яблок. А в Москве его покупала в метро. Там прям 100% натуральный сидр должно быть написано. Ну, еще раз напомню, что... Это не для того, чтобы похудеть. Это не для того, чтобы похудеть. Да, потому что это будет лекарство от своих болезней. У нас, кстати, есть несколько таких рецептов для здоровья. Там правиоз для суставов. Потом крем от трещин на пятках. И средства, которые мы... Это все средства, которыми мы пользуемся. И средства от трещин, когда на локтях бывает шероховатости. Да. Пятки, крем для пяток у нас вообще это лидер по просмотру. Между прочим, больше миллиона просмотров набрало. И там, кстати, уже в комментариях очень много людей, которые знают даже больше об этом креме. То есть там называется крем трещина на пятках. Крем от трещин на пятках. И есть комментарии, где люди пишут, что этот крем снимает боль в суставах. Сегодня вот, кстати, был комментарий о том, что стрягучий, по-моему, лишай называется. В общем, лишай. Проблему эту убирает. Я не знаю. У кого-то есть, знаешь? Не, ну кто с кошками, это у любого может быть. Я не знаю, я знаю, что когда у кошки лишайся, ты ее там как-то погладил, потрогал, то у тебя тоже может быть. А, кстати, без сливочного масла, без добавления. Там в уксусе нужно растворить сырое яйцо. В уксусе должен быть эссенция, кислота там от 23 и выше процентов. Ну, сначала рецепт посмотреть. Да. Потом посмотреть в комментариях еще чего-то. А, этот. Грибок. Да, грибок ногтя. И стопы тоже, грибок стопы, грибок ногтей. Ну, вообще, на самом деле, я вот все больше и больше убеждаюсь, что вот уксус, он много, какие проблемы, с какими проблемами борется. Я, например, вот летом, когда очень сильно жарко, если нужно там сделать, привести ноги в порядок, сидеть в тазике с теплой, с горячей водой невозможно, потому что жарко, я наливаю в мисочку яблочный уксус, добавляю обычного уксуса, разбавляю там водичкой чуть-чуть и вот в таком растворе сижу, отмачиваю свои ступни. Тоже рекомендую. Заодно отпаривается и обеззараживается, или как сказать. Да, становятся белые и пушистые. Вот такие рецепты на ходу, что называется. Да.